Большая вода отступает. Еще в пяти свердловских городах и селах паводок пошел на спад. Правда, суша стала не везде, причем не по вине природы. Жители поселка Быньги в буквальном смысле поплыли. Десятки домов затоплены. Дети в школу ходят в болотниках, а на огородах хозяйничают андатры. Сельчане уверены, словно в Венеции они оказались и за обновленные плотины. По воду отправилась Екатерина Деменчук. Раз я ребенка среднего прокараулила, она у меня загнула штаны и пошла босиком. Огромные болотные сапоги – теперь неотъемлемый элемент даже школьной формы. Без них на уроки сухими не попасть. Уже две недели от знаний и большой земли семью у Фимцевых отделяет река. Выше колено была глубина здесь. Туда к соседям идти, где ребенок инвалид, у них еще глубже. Наводнение не только смывает все на своем пути, но еще и отравляет местным жителям жизнь. Питьевые скважины затопило. И теперь людям ни еду не приготовить, ни постираться, ни помыться. Где мы должны с детьми мыться? Здесь вот топится печка, но она вся полностью в воде. Вся полностью. Было выше, сюда вода заливалась бы. У сельчан были и сплыли дрова, заборы, соленья маринады, хранившиеся в подполе. В этой семье убытки даже подсчитывать не берутся. Только четыре заржавевших велосипеда, чего стоят. Впрочем, они все равно пока без надобности. Вода холодная очень. Многие замерзают. Очень страшно идти. Можда вокруг канавы. Впрочем, уроки, например, биологии можно проводить и на дому. На затонувших огородах завелись андатры. Из-за речки Неева водоплавающими себя чувствуют жители пяти десятков дворов. В глобальном бедствии они винят не природу, а общество охотников и рыболовов. Говорят, три года назад те восстановили старую плотину, чтобы наполнить пересыхающий пруд. А на берегах устроили базу отдыха. Они себе сделали второе Аятское озеро. Это какая-то небольшая кучка богатеньких дяденек. Хочет себе рыбу ловить, значит, пушниной пользоваться. Мясо, значит, себе ловить. А мы несчастную картошку себе не можем вырастить. Письменное предписание не сажать ничего в огородах в этом году пришло всем жителям. Как теперь выживать, пенсионеры не представляют. Сегодня их гнев обрушился на председателя общества. В прошлом году два месяца вода простояла. Да, летом, понимаете, летом. Охотники оправдываются, лить воду специально не собирались. Просто решили восстановить плотину, разрушенную паводком лет 20 назад. Ведь из-за этого в угодьях с тех пор маловодье. Пришлось даже закрыть утиную ферму. Конечно, плотина, которую восстановили, она частично повлияла на эту ситуацию, потому что в целом произошел подпор воды. Та цель, которую мы ставили перед собой, она достигнута. Поднять уровень воды в охотничьих угодьях. Не совсем хорошо с результатами этого всего получилось. Чиновники же во всем склонны винить природу. Говорят, таких паводков не было больше полувека. В Венецию Бенге превратило аномальное количество осадков зимой и ранней весной. Чтобы спасти ситуацию, власти расширили русло реки, вырыли аварийный ров. Стала ли плотина последней каплей, выясняют эксперты. Для того, чтобы определить в деталях, влияет эта плотина или нет на паводковую ситуацию, должна приехать бригада людей, которые понимают, провести обследование территории реки Невы вниз по течению от плотины. Впрочем, в то, что в их бедах повинна лишь погода, сторожилы не верят. Они уже написали заявление в прокуратуру. Пока ему дадут ход, вода, быть может, отступит. По подсчетам чиновников, сельчанам осталось потерпеть неделю. Но для Татьяны это лишние семь дней хождений по мукам. Ну что, приплыл? Екатерина Деменчук, Алексей Богданов. Главные новости Екатеринбурга.